П. Коваленко «Будущее общество». О каком будущем обществе идёт речь? О том, которое придёт через мировую социалистическую революцию на смену современному капиталистическому обществу. О том, к которому уже давно стремится сознательная и активная часть рабочего класса всего мира, и во имя которого коммунистические партии разных стран несут неисчислимые потери. Это будущее общество – коммунизм. В нескольких словах коммунизм можно характеризовать так. При коммунизме всё человеческое общество будет представлять собой трудовую артель, в которой все средства и орудия производства принадлежат всему обществу, всему трудовому коллективу. Тут нет единоличного хозяина, нет начальников и подчинённых. Точно так же всему обществу принадлежит и результат коллективного, общественного труда, продукты общественного производства. Общественному производству в полной мере соответствует и общественное присвоение. Индивидуальному, личному присвоению, как при капитализме, нет места. Коммунизм – не выдумка. В настоящее время почти во всём мире господствует капитал. Исключение составляет Союз Советских Республик, где пролетариат захватил в свои руки государственную власть и национализировал наиболее важные средства производства – фабрики и заводы, шахты и рудники, пути сообщений и банки. Советскому государству принадлежит также и земля, экспроприированная, насильственно отнятая у помещиков и переданная в пользование крестьянству. Коммунизма ещё нигде нет. Нет его и в Советском Союзе. Однако мы имеем право утверждать, что в нашем Советском Союзе благодаря завоеваниям октября и упорному труду рабочих и крестьян в течение шести лет заложен фундамент для дальнейшего социалистического строительства. Имеются уже зачатки нового, будущего общества. Возрождение промышленности и сельского хозяйства в нашей стране, укрепление пролетарской диктатуры, развитие пролетарской революции в других странах неизбежно приведёт к полной победе коммунизма. Человеческое общество не во все времена было капиталистическим. Капитализм возник и развился на определенной ступени развития производительных сил человеческого общества. Человечество в своем развитии прошло до капитализма ряд больших исторических этапов. Первобытная орда, авторитарное, патриархально-родовое общество, мелкобуржуазное, домашнее, ремесленное хозяйство и торговый капитал, и, наконец, капиталистическое общество. В каждом из перечисленных этапов возникали и развивались те элементы, которые составляли затем основу следующего этапа – нового общественного строения. Так, приручения животных и зачатки земледелия составили основу авторитарного строя. Развитие оседлого земледелия и соединение скотоводства с земледелием в авторитарном обществе составили основу следующего общественного строя – феодального общества. Развитие торговли, ремесла и домашней промышленности при феодализме составили основу мелкобуржуазного строя и торгового капитала и так далее. Точно так же и внутри современного капитализма зреют те силы и условия, которые уничтожат его и создадут новый человеческий строй. Развитие современного капитализма характеризуется следующими основными процессами. Первое – концентрация капитала, то есть процесс развития крупных мощных предприятий, выбрасывающих на рынок горы товаров. Второе – централизация, когда вся масса капитала в стране сосредотачивается в руках немногих капиталистических объединений – тресты, синдикаты, банки, а мелкие и средние предприятия постепенно гибнут, не выдерживая конкуренции с крупными. И третье – пролетаризация, процесс разорения мелкого самостоятельного производителя – кустаря, ремесленника, крестьянина, землероба и переход их в ряды пролетариата. Пролетариат становится самым многочисленным и единственным производительным классом. Растет пропасть между имущими и неимущими, обостряется классовая борьба. Борьба пролетариата за улучшение своего положения есть в конечном итоге борьба за уничтожение индивидуального, личного присвоения капиталистов, за уничтожение прибавочной стоимости. А это означает уничтожение самого капитализма. Таким образом, развитие крупной капиталистической промышленности означает развитие общественного производства, а классовая борьба пролетариата есть борьба за уничтожение основного противоречия капиталистического общества между общественным производством и индивидуальным капиталистическим присвоением. Капиталистический строй с его гигантскими фабриками и заводами, связанными в синдикаты и тресты, на которых работают миллионы наемных рабочих, объединенных общим процессом производства и общими классовыми интересами, сам создает необходимые предпосылки для перехода к коммунизму. Пролетариат с развитием его классового сознания становится с одной стороны могильщиком капитала, с другой — носителем и творцом коммунизма. Вот те условия и силы, которые зреют в недрах капитализма и которые являются исходной точкой для развития пролетарской революции, для перехода человеческого общества к высшему строю, коммунистическому. Вот почему коммунизм — невыдумка. Организация коммунистического хозяйства Производство материальных благ, хозяйственная деятельность является фундаментом человеческого общества, и от взаимоотношений людей в процессе производства зависит строение всего общества. Общество, которое не занималось бы хозяйственной деятельностью, немыслимо. Хозяйственная деятельность — это деятельность, направленная на производство предметов, удовлетворяющих человеческие потребности. Вот почему изменения в хозяйственной деятельности общества неизбежно вызывают изменения во всем общественном организме. Характерная черта коммунистического хозяйства — его организованность, планомерность. При капитализме средства производства служат средством эксплуатации. При коммунизме все средства и орудия производства принадлежат всем, но никому в отдельности, и они служат уже не средством эксплуатации, а средством удовлетворения потребностей всех членов общества, средством покорения стихий природы. Все общественное производство ведется по заранее определенному плану. Специальный орган — Высший совет коммунистического хозяйства, располагающий точными сведениями о всех хозяйственных предприятиях, об имеющемся сырье, о наличии рабочей силы и потребностях всего общества, будет планомерно и организованно руководить хозяйственной жизнью всего коммунистического общества. Правильная постановка учета — необходимое условие для правильного, организованного ведения хозяйства. Располагая всеми необходимыми данными, совет устанавливает, какие предприятия пустить в ход, в каком размере заготовить сырье, топливо и на какие предприятия и в каком количестве их доставить. Правильно работающий хозяйственный механизм точно и аккуратно выполняет все указания Высшего совета коммунистического хозяйства. При такой организации хозяйства исключена всякая возможность случайности, непредвиденных обстоятельств. Не может быть, например, так, что обществом изготовлено больше, чем надо обуви, а хлеба или других продуктов меньше, чем необходимо. Рабочие силы и средства производства не будут тратиться на производство ненужных предметов, как это часто происходит в капиталистическом обществе. Рост производительности предприятий в капиталистическом обществе неразрывно связан с перепроизводством товаров, с промышленными кризисами, безработицей и голодом. Это результат неорганизованности, неслаженности капиталистического хозяйства в целом, анархии производства. Ничего подобного быть не может при коммунизме. Чем больше будет расти производительность предприятий, чем быстрее будут производиться продукты, тем меньше труда придется затрачивать на их производство, и тем лучше, тем полнее будут удовлетворены потребности членов общества. Перепроизводство, когда каких-нибудь продуктов будет произведено больше, чем надо всему обществу, не приведет к кризису, а к пересмотру хозяйственного плана, к уменьшению рабочего дня. Если всем членам общества надо было работать по 6 часов в день для производства необходимого количества продуктов, то при увеличении производительности труда примерно в 2 раза, члены общества уже могут работать всего по 3 часа в день, так как более продолжительный рабочий день приводил бы только к производству ненужных обществу излишков. Освободившееся таким образом время может быть использовано в другом каком-либо направлении. Развитие производительных сил в интересах всего коммунистического общества. Это развитие пойдет именно при коммунистическом строе гигантскими шагами вперед. И те достижения, какие сделаны в эпоху капитализма, будут мизерными по сравнению с тем, что будет сделано при коммунизме. Не одна только группа ученых-специалистов будет работать над техническими усовершенствованиями, а все члены общества. Сколько талантливых изобретателей-рабочих погибало в пору капитализма? Борьба за нищенское существование отнимало у них все время и все силы. И только при коммунизме открывается простор для выявления всех творческих способностей. Вместе с коллективным трудом и на основе его будет развиваться и коллективное творчество. Освобожденные от капиталистических уст творческие силы найдут широкий простор для своего выявления и развития. Все коммунистическое хозяйство складывается из отдельных крупных гигантских предприятий, как в добывающей, так и обрабатывающей промышленности, с применением усовершенствованных машин и использованием всех сил природы, электричества, автоматически регулирующие машины и так далее. С мелкими, карликовыми предприятиями не может быть коммунизма. Не может быть удовлетворения всех человеческих потребностей, как бы самоотверженно не работали трудящиеся. И мелкое индивидуальное хозяйство отойдет в область истории, преданий старины глубокой. Оно будет предметом музейной редкости, как в наше время каменные топоры «Мотыга». В системе коммунистического хозяйства индивидуальный производитель не найдет себе места, ведь на крупных предприятиях будут производиться все необходимые предметы. Существование индивидуального производителя предполагает существование рынка, купли-продажи. При коммунизме с его организованным и планомерным хозяйством рынка не будет, не будет ни продавцов, ни покупателей, не будет надобностей в деньгах, не будет также и товаров, так как все продукты производятся не для продажи и извлечения капиталистической прибыли, а для удовлетворения потребностей трудового коллектива. Вместо товаров в коммунистическом обществе будут таким образом продукты. Распределение. Все предметы, произведенные в общественных предприятиях, будут так же организованно распределяться, как они организованно и производятся. Все произведенное будет поступать в громадные общественные распределители, магазины, откуда каждый член общества берет все, что ему надо. Причем не будет надобности ни в карточках, ни в удостоверениях личности и свидетельствах о произведенной работе. Высокоразвитая сознательность всех членов общества, понимание интересов всего коллектива, крепкая трудовая дисциплина, вполне добровольная, все это исключает всякую возможность злоупотреблений, недобросовестности. Основное правило распределения в коммунистическом обществе от каждого по его способностям к каждому по его потребностям. Это значит, что каждый член коммунистического общества не за страх, а в силу внутренней потребности, сознательности, отдает все свои силы и способности на благо всего общества и получает все необходимое для поддержания и укрепления своих жизненных сил. Общество в целом заинтересовано в том, чтобы каждый его член был вполне удовлетворен, точно так же и каждый член заинтересован, чтобы отдать обществу все для его процветания. Интересы каждого отдельного члена общества вполне совпадают с интересами всего общества. При таком способе распределения продуктов, а не товаров, нет никакой необходимости в деньгах. Последнее необходимо только в товарном хозяйстве, основанном на частной собственности, на средства производства, в хозяйстве неорганизованном, не слаженном в одно целое, под руководством единого хозяйственного высшего органа. Не будет копли-продажи, так же не будет и дележки между членами общества, всего произведенного, всем поровну. На практике такой способ распределения всем поровну будет далеко несправедлив. Нельзя всех людей подогнать под одну общую мерку. Не у всех одинаковые потребности. Одному достаточно два фунта хлеба в день, другому этого мало. Один уже износил одежду, а другому ее еще на год хватит и так далее. Разделить всем поровну значит нарушить коммунистическое правило каждому по потребностям. У кого потребностей больше, не сможет вполне их удовлетворить, а у кого они меньше, получит то, что ему совсем не нужно. Этим самым нарушается единство, гармония коммунистического общества. Но, может быть, общество будет выдавать каждому члену продукт его труда? Сколько сделал, столько и получай. Это индивидуалистический принцип, проповедуемый анархистами. Он также противоречит сущности коммунизма. Ведь не все в обществе являются работоспособными. Старики, больные не могут участвовать в общественном производстве. Откуда они должны брать средства к существованию? Это лежит, конечно, на обязанности самого общества. Кроме того, нужно принять во внимание общественные потребности, улучшение техники, школы, детские дома, общественные сады, общественные места развлечений, спорта и так далее. Необходимые для этого средства создаются всеми членами общества. Каждому приходится работать и производить больше, чем ему самому надо. Этот излишек, прибавочный продукт, и поступает в распоряжение коллектива для удовлетворения всех общественных потребностей. Не надо смешивать прибавочного продукта с прибавочной стоимостью, производимой в капиталистическом обществе. Прибавочная стоимость – результат эксплуатации. Это неоплаченная стоимость – продукт, создаваемый рабочим классом и поступающий в распоряжение другого класса – капиталистов. Прибавочный продукт в коммунистическом обществе, созданный членами этого общества, идет на удовлетворение нужд самого же общества. Этим прибавочным продуктом удовлетворяется общественная потребность. Таким образом, каждый член общества не может получить всего продукта своего труда. Общество в целом в таком случае не могло бы существовать и развиваться. Такое индивидуальное распределение противоречит общественному, коллективному организованному производству. Только общественные распределительные центры со свободным выбором каждого члена общества всего нужного ему соответствует организованному и планомерному общественному производству при коммунизме. Организация труда. Получая полное удовлетворение своих потребностей, каждый член коммунистического общества постоянно восстанавливает запас трудовой энергии, израсходованной им в процессе работы. Труд будет поставлен в нормальные здоровые условия и будет уже не проклятием, как при капитализме, а наслаждением, удовлетворением потребности здорового организма в деятельности. Способности сила каждого трудоспособного члена общества будут использоваться и расходоваться целесообразно в интересах всего трудового коллектива. О хищническом расходовании рабочей силы, конечно, не может быть и речи, ведь это означало бы подрыв самых основ общества. Но каким образом будет происходить распределение трудоспособных членов общества по предприятиям? Это дело Высшего Совета Коммунистического Хозяйства. В его руках сосредоточены все сведения и о предприятиях, и о наличии работников, и о всех потребностях общества. На основании учета всех потребностей общества и строится хозяйственный план, намечается, какие предприятия и где должны быть пущены в ход, с какой нагрузкой, при каком наличии рабочих рук и так далее. С введением новых усовершенствований облегчающих труд изменяется соответствующим образом и весь хозяйственный план, распределение рабочей силы. Ну вот, хозяйственный план выработан, опубликован для всеобщего сведения, точно указано, где какое предприятие, и с какой нагрузкой должно работать, и сколько человек должно быть занято в каждом предприятии. Теперь остается только вопрос о практическом распределении на работы всех трудоспособных членов общества. Ясно, что все виды промышленности, все предприятия должны быть достаточно обслужены необходимыми работниками. Это достигается в порядке общей обязательной разверстки между отдельными трудовыми коммунами. Затем каждый член общества получает от своей коммуны наряд с точным указанием где, когда и какую работу он обязан выполнять. В силу товарищеской трудовой дисциплины указания совета выполняются точно, аккуратно и безоговорочно. Отказ от выполнения наряда немыслим в коммунистическом обществе. Настолько там будет развито коммунистическое сознание и трудовая дисциплина. Члену коммунистического общества будет совершенно чуждо отношение к необходимому общественному труду как к ограничивающему его личную свободу. Сознание общественной необходимости, свободной и легко воспринимаемой каждым, обеспечит свободное и лишенное внешнего принуждения выполнение трудовых обязанностей. Каждый член общества, правильно оценивая стоящие перед всем трудовым коллективам производственные задачи, будет великолепно отдавать себе отчет в том, что централизованное, планомерное коммунистическое хозяйство исключает индивидуалистическую свободу труда. Для каждого будет ясно, что никто в отдельности самостоятельно не может выбирать когда и где ему работать. В этом случае могло бы оказаться, что в одних отраслях хозяйство в предприятиях окажется большой наплыв желающих работать, а в других острый недостаток в рабочей силе, а обществу необходимо равномерное обслуживание всех отраслей хозяйства. Совершенно очевидно также, что отдельные члены общества не в состоянии заранее учесть, где и на какой работе в данный момент они будут наиболее полезны и необходимы. Но при этом высший распределительный орган будет считаться в пределах возможности, способностями и склонностями отдельных членов общества. Кроме того, при коммунизме весь строй производства и культуры будет таков, что исчезнут основания для споров о том, где работать и какую работу производить. Везде будет одинаково хорошо работать. Если при капитализме имеются столицы и провинция, культурные центры и медвежьи углы, города и деревни, то ничего схожего с этим не будет при коммунизме. Промышленные и культурные учреждения одинакового достоинства будут равномерно распределены по всей коммунистической стране. Условия жизни и труда всюду будут одинаковые. Исчезнет деление населенных пунктов на город и деревню, и для каждого члена общества все равно где работать. Везде в равной степени он полезен обществу, и в равной мере везде он получает все жизненные блага и удовольствия. Так будет идти распределение необходимого труда, обязательного для каждого члена общества. Временем свободным от необходимого труда каждый уже распоряжается действительно свободно, по своему собственному усмотрению разумению, работая в тех областях, которым имеется у него склонность в технике, литературе, живописи, музыке и так далее. Необходимый труд, подлежащий обязательному выполнению, будет отнимать у каждого мало времени. Если бы коммунистическое общество располагало только такой техникой, как современная Германия или американские Соединенные Штаты, то на необходимый труд потребовалось бы не больше шести четырех часов в день на каждого работника. Но коммунистическое общество будет располагать более совершенной техникой, что сократит время обязательного общественного труда. Да и сам труд не будет уж таким тяжелым. Труд исполнителей в результате высокой техники производства, невиданной при капитализме, будет окончательно заменен трудом организатора. Роль работника сведется главным образом к управлению мощными машинами с автоматическими регуляторами. Специализации профессиональной выучки тут не требуется. И каждый трудоспособный член общества может стать к любой машине, какого угодно производства. Требуется общее знакомство с техникой, механизмом машины. Это знакомство будет приобретаться уже в юношеские годы, в пору, когда человек еще только набирается сил. Само собой разумеется, что система воспитания в коммунистическом обществе даст полное осуществление тому принципу, который был впервые выдвинут Оуэном и Марксом, и который мы проводим в рамках возможного в наших школах Фабзавуча — соединение воспитания и обучения с производственным трудом. Этот характер воспитания и обучения обеспечит подготовленность члена коммунистического общества к сознательному выполнению трудовых общественных обязанностей. Так как условия воспитания и обучения будут в общем и целом при коммунизме для всех одинаковы, то, естественно, в производстве исчезнет характерная для капиталистического времени разница между командным и рядовым составом инженерами и рабочими, мастерами и подручными. Таковых не будет. Но это не значит, что на предприятии будут только работающие у станка. Нет. Крупное предприятие не может обойтись без руководителя. И такой руководитель должен быть и на коммунистической фабрике. Это наш красный директор, отличительная черта которого организационные способности, умение все дело охватить в его целом. Правильно распределить и использовать данную рабочую силу и силу двигателей и тому подобное. На фабрике он проводник воли всего коллектива и только. Черты коммунистического быта. Коммунистический быт это условия повседневной жизни каждого члена коммунистического общества. Условия, так сказать, его личной жизни. В капиталистическом и нашем советском обществе одним из основных элементов быта является личное и домашнее хозяйство. Оно тяжелой обузой лежит на современной семье. Приготовление обеда, стирка белья, уход за детьми и так далее. Труд домашней хозяйки самый непроизводительный, самый неблагодарный труд. Домашнее хозяйство пережиток докапиталистической эпохи, когда господствовал ручной станок кустаря и ремесленника, и когда оно было необходимой частью индивидуального хозяйства. Но уже капитализм в значительной мере подорвал это личное хозяйство, и многое из того, что когда-то делала сама хозяйка для удовлетворения потребностей семьи, теперь производится на крупных фабриках. Домашнее хозяйство окончательно будет изжито в коммунистическом обществе. Для удовлетворения соответствующих нужд общество будет иметь хорошо оборудованные общественные столовые, прачечные, булочные и так далее. Коры, то горшки и чугунки будут красоваться в музеях древностей и поражать будущего человека. Что же касается ухода за детьми и их воспитания, то это большое дело перейдет в руки самого общества. Общество заинтересовано, чтобы на смену старикам шло здоровое духом и телом жизнерадостное и трудоспособное с творческой инициативой поколения. И общество будет заботиться о том, чтобы дети рождались здоровыми, от здоровых родителей. У нас немало рождается коллег, уродов, идиотов по наследству. В коммунистическом обществе этому будет положен конец. Брак и рождение не будет личным делом. Не всякий, кто захочет, будет вступать в брак и рожать детей. В коммунистическом обществе широко будет практиковаться искусственный подбор, и наука об улучшении человеческой расы Евгеника найдет в себе широкое применение. На протяжении многих десятков лет дети калечились и прежде всего, и больше всего своими собственными родителями. Воспитываясь в семейной обстановке, дети росли индивидуалистами, эгоистами, свои личные интересы ставили выше интересов общественных. Конечно, этого не может быть в коммунистическом обществе. С первых дней своего появления на свет ребенок будет жить в общественной обстановке, жить и расти вместе с другими своими сверстниками, воспитываясь в коммунистическом духе. Дети не будут собственностью родителей и их забавой, они будут принадлежать только обществу и находиться в домах человечества на его попечении. С исчезновением всего домашнего хозяйства, начиная от кухни и кончая детской, изменяется уклад личной жизни, и каждому предоставляются широкие возможности развития, совершенствования и применения своих способностей и сил на благо всего общества. Нет больше мелочных, угнетающих изо дня в день забот. Резко изменится положение женщины. При коммунизме женщина достигнет полного освобождения как в экономическом, так и в социальном, общественном отношении. При капитализме домашнее хозяйство всей своей тяжестью ложится на женщину. Заботы по дому отнимают у нее массу времени и сил, лишают зачастую ее возможности заниматься общественно полезным делом. Теперь женщина освобождается от домашней кабалы и получает широкую возможность наравне с мужчиной отдавать свои силы и способности на служение обществу. Только коммунизм окончательно и действительно делает женщину свободной и равной по общественному значению с мужчиной. Классы и государства Коммунистическое общество не будет разделяться на классы. Основанием для разделения общества на классы служит частная собственность на средства производства. Класс это часть общества, которое занимает одинаковое положение в хозяйственной жизни, находится в одинаковом отношении к средствам производства и имеет одинаковые средства существования, прибыль или заработную плату или продукт собственного труда. В коммунистическом обществе нет отдельных групп частей, которые бы занимали отличное от других положение к средствам производства. Все члены этого трудового общества занимают одинаковое положение в отношении к средствам производства. Последние принадлежат всем и никому в отдельности. Нет собственников, нет и не имущих. Единое коммунистическое общество не будет знать классовые национальные вражды и борьбы. Борьба за личные и групповые интересы прекратится, исчезнут войны. А сколько сил и средств уходило на эту борьбу? Сколько человеческих жизней погибло? Та энергия, которая уходила на борьбу одной части человеческого общества с другой, теперь будет расходоваться на борьбу с природой, на овладение ею и подчинение воле коллективного человека, всего трудового коммунистического общества. В бесклассовом коммунистическом обществе, понятно, не может быть никаких классовых организаций. Нечего будет делать таким важным и необходимым в классовом обществе организациям, как партия, профсоюзы и государства. Вместо классовых организаций будет единая товарищеская трудовая организация, где все члены равны и свободны. А кто же будет приказывать, издавать законы, декреты, судить? Никто. В этом не будет надобности. Управление людьми, власть, заменится управлением вещами, орудиями промышленного и сельскохозяйственного производства, планомерным и товарищеским регулированием производства. Преступников и преступлений не будет, ведь каждый будет получать полное материальное обеспечение, жить в нормальной здоровой обстановке, сознательно руководствуясь единственным правилом «Благо общества есть и мое благо». И никто не будет делать того, что вредит обществу, мешает его развитию. Те причины, которые порождали в классовом обществе преступников и преступления, собственность, неравенство, нищета, не будут иметь места в высоко развитом, бесклассовом коммунистическом обществе. Очерк развития. Коммунистический строй, как мы его тут в самых общих чертах представили, не появится сразу, вдруг, на другой же день после завоевания пролетариатом власти. Он медленно развивается, переходя от менее совершенных форм к более совершенным. капитализм ведь тоже не сразу появился таким, каким мы его теперь знаем. Долгие годы мануфактура вытесняла мелких самостоятельных производителей. Капиталистическая мануфактура сменилась крупной машинной индустрией. Трестые синдикаты заменили отдельного самостоятельного капиталиста. Затем установилось господство финансового капитала. Начальная стадия капитализма, мануфактурный период и домашний капиталистическая система значительно разнится от его высшей формы империализма. Точно так же идет развитие коммунизма от зародышевого состояния, переходя к более совершенным формам. Начальная ступень коммунизма социализм. Тут еще не все, а только основные средства производства социализированы. Ими распоряжается не общество, а пролетарское государство. Общественное производство развито еще не в такой степени, чтобы вытеснить окончательно частную собственность и удовлетворить все потребности общества. Так же слабо и коммунистическое сознание. А поскольку общество еще не однородно, и классы, а следовательно и классовая борьба продолжают существовать, необходима и государственная власть, диктатура пролетариата. Переход от социализма к коммунизму совершается постепенно, по мере развития производительных сил и роста коммунистического сознания. Вот почему этот переходный период от капитализма к коммунизму можно назвать периодом коммунистического накопления. Капитализм не сразу уступает свое место коммунизму. Потеряв свое господствующее значение, он упорно продолжает вести борьбу за существование. Мощное развитие техники, особенная электрификация, совершенствование способов организации производства, делает, однако, неизбежной гибель необобществленного, мелкого и среднего производства и победу крупного социалистического производства. Мелкобуржуазное и капиталистическое производство постепенно вытесняется, становится все менее нужным обществу и, в конце концов, погибает. Окончательная победа крупного обобществленного производства создает фундамент для полного развития коммунизма во всех областях жизни. Возможно ли осуществление коммунизма только в одной какой-нибудь стране? Само собой, разумеется, что коммунизм не может восторжествовать в одной стране при капиталистическом окружении, когда в других странах господствует капитал. Коммунизм – мировое хозяйство. Ведь и современный капитализм тоже мировое хозяйство, и хозяйство одной страны связано с хозяйством других стран. Изолированно ни одна страна не может теперь вести свое хозяйство без значительных перебоев и потрясений. И чем больше стран с хорошо развитой промышленностью будет охвачено социалистической революцией, чем шире по всему свету распространится диктатура пролетариата, тем ближе подойдет человечество к своему полному освобождению, к торжеству коммунизма. Путь к развитому коммунизму только через мировую социалистическую революцию. Когда же наступит это царство труда? На этот вопрос нельзя дать достаточно точного, вполне определенного в смысле времени ответа. Мировая социалистическая революция, борьба между трудом и капиталом в мировом масштабе, напряженное и упорное строительство новых форм общественной организации, все это захватит огромный исторический период, потребует больших жертв и усилий. Путь к царству труда труден и долг, но если невозможно указать время окончания борьбы за коммунизм, то совершенно бесспорно, что рабочий класс уже начал борьбу за освобождение человечества от гнета капитализма, за организацию общественной жизни на коммунистических началах. Коммунизм уже теперь стал необходимостью для миллионов трудящихся. Еще в 1848 году в коммунистическом манифесте Карл Маркс и Фридрих Энгельс, основоположники научного коммунизма и активные борцы за социалистическую революцию, писали «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма», «Теперь коммунизм уже не призрак, за капиталистическим туманом видны его реальные очертания, и можно сказать, что коммунизм в наше время не будущее общество, а грядущее». Советская Россия сделала первый шаг коммунистического строительства. Пролетариат России отобрал, экспроприировал у капиталистов основные средства производства, которые стали достоянием пролетарского государства. Очередь за рабочим классом других стран. И пролетариат победит, каких бы жертв это ни стоило, какие бы трудности ни стояли на пути к победе. Неизбежность этой победы обусловлена не только могучим стремлением рабочего класса сбросить с себя ярмой эксплуатации, но и ходом экономического развития, вырывающего почву из-под ног частнособственнического, капиталистического хозяйства и закладывающего фундамент хозяйства обобществленного, коммунистического. Субтитры создавал DimaTorzok